Спасибо, уважаемый господин Касандр Марк Емельевич. Хотел бы проэкспортировать коллег в этой ситуации, которая складывается в нашем регионе. Коллеги хорошо знают, что в период оккупации от Минских вооруженными силами территории Азербайджана я никогда не выносил эту тему на нашу третью рамках СНГ, поскольку темой урегулировки конфликта занималась низкая группа ОВСЕ, она имела мангратор, к сожалению, на протяжении 28 лет результат Минской группы равен 0. И как теперь видно, что главной целью этой структуры было не урегулировки конфликта, а его заморозка. И ведение переговоров только было решимо для того, чтобы этот конфликт не решался еще новый год. Поэтому, поскольку конфликт был гумирован, и Азербайджан его мангруировал сам, в соответствии с международным правом, вставу ООН, в том числе статья 51, встава ООН, которое предполагает, что каждая страна имеет право на самооборону, конфликт считается урегулированным. Посткомфликтная ситуация складывается по-разному, поэтому хотел бы проинформировать коллег с тем, что происходило до последнего времени. В сентябре, два месяца назад, произошли бой столкновения в районе Азербайджанно-армянской границы. Причины этих бой столкновений очевидны. Террор по отношению к Азербайджану продолжается. Минный террор или снаймесный террор. После окончания Второй Карабахской войны, в более 250-ти, граждан Азербайджан либо погибли, либо серьезно были изувечены в результате подрыва на минах, которые были заложены в основном период оккупации. Но в то же время нами было обнаружено 1400 противопехотных мин производства Армении, которые были заложены в 2021 году в районе границы с Лачинским районом. Также минировались и дороги, которые вели от одной азербайджанской военной позиции. Воистокновения длились активные планы, было максимум 8 часов. Азербайджан не имел намерения оккупировать территорию Азербайджанника. Некоторые могут считать, что ни один город, ни одно село оккупировано не было. В результате последней деятельности российской стороны, я хотел бы особо отметить, что именно российская сторона вышла с предложением прекращения дня. Некоторые предписывают это другим странам, что является совершенно безусловательным. В результате последней деятельности российской стороны, после столкновения, как его сказали, были остановлены. 6 октября на полях новой платформы европейского политического сообщества в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием президента Франции, президента имена Совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. На встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи Азербайджана-Армянской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек. Они будут находиться там минимум два месяца. И цель этой миссии, как мы ее видим, и поэтому мы дали на это согласие, помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делиминацией. Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была нам отвергнута. Поэтому миссия будет расположена на территории Армении в зоне ответственности ОТВ. Вчера первая группа европейских представителей прибыла в Армению для того, чтобы определить дислокацию этой миссии. К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан дал согласие на проведение четырехсторонней встречи, в том числе с участием президента Франции, Хотя Франция никакого отношения к международным и азербайджанам не имеет. Франция, как сопредседатель Минской группы, да, она имела мандат на последническую миссию. Но поскольку Карабанский конфликт урегулирован, и в услугах Минской группы необходимых примен, тем более, что эти услуги, если можно так выразиться, были медвежьими услугами, Как я уже сказал, Минская группа не сделала ничего, ни один сантиметр нашей территории не было освобожден. Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому президенту участвовать в этой встрече. Что касается участия председателя Европейского совета, то, как вы знаете, уже несколько встреч было проведено в трехстороннем Брюсселе, и, в принципе, мы всегда поддерживали в уфиле Европейского союза в деле нормализации Азербайджана отношений. Так вот, несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, буквально через неделю после встречи в Таги президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Они есть в печати, каждый может их увидеть. В этих заявлениях он обвинял Азербайджан в учинении ужасной войны. Тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую мировую общественность. Азербайджан ввел войну на своей международной признанной территории. Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. И мы использовали право на самооборону и восстановили силы свою территориальную целостность. Далее было заявлено, что Франция никогда Армению не оставит. Ну, это, как говорится, вопрос двух сторон. А также были высказаны достаточно тенденциозные заявления в адрес российской генерации. А именно, что Россия сыграла в оборудовании. Но насколько политически корректно президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французское общество. Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности, вот при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации англандо-армянских отношений. Помимо этого, министр иностранных дел Франции также выступило с лживыми антиазербайджанскими заявлениями. Сенат Франции и нижняя палата ихнего парламента во время Второй Карабахской войны приняли резолюции, признающие Нагорный Карабах так называемый, хотя даже Армения его не признала. Нам известно, что в середине ноября готовится очередная антиазербайджанская резолюция в Сенате Франции. Таким образом, к сожалению, нынешнее французское руководство, в отличие от предыдущих, я имел возможность общаться достаточно тесно и с президентом Фираком, и с президентом Сарказии, и с президентом Оландом, и отношения были достаточно сбалансированными, достаточно дружественными, и мы всегда воспринимали деятельность предыдущих французских президентов, несмотря на, конечно, определенные факторы армянского диазбора во Франции, как сбалансированы. Но нынешнее французское руководство по существу перечеркнуло все это, поэтому хотел бы вот проинформировать коллег об этой ситуации. Далее в Париже дважды атаковали посольство Азербайджан. Причем после первого нападения президент Франции в телефонном разговоре со мной обещал мне, что будут приняты меры для того, чтобы это не повторилось. Но это оказалось, мягко говоря, неправдой. Охрана, которая была выставлена перед азербайджанским посольством после первого акта вандализма и попытки прорыва в здании посольства, была снята. Скорее всего, это было согласовано с армянской стороной. И как только охрана была снята, была вторая попытка прорыва. Были разгорчительные надписи, были толпы беснующихся радикалов, которые атаковали посольство Азербайджан. Это категорически недопустимо. И это нарушение всех дипломатических конверсий. Должен сказать, что также на Армении были устроены провокации против азербайджанского посольства в Иване. И против азербайджанского посольства в США. Кадры есть, и последний акт агрессии террора, это из огнестрельного оружия, был расстрелян автомобиль посольства Азербайджана в США. Мы призываем власти США, Франции, Ливана и всех других стран. В этих странах, где существуют азербайджанские миссии, которые могут быть подвергнуты к террору, проявить ответственность и выполнять свои международные обязательства. У нас нет никаких сомнений, что акты террора и вандализма были организованы Арменией. Почему я это говорю? Потому что в 90-е годы армянскими спецслужбами были осуществлены 32 террористических акта. Взрывы в метро, автобусах, на паромах, в поэндах. В результате этих террористических актов погибло более двух тысяч медных азербайджанцев. Что касается других аспектов постконфликтной ситуации, сейчас мы активно занимаемся восстановлением освобождённых территорий. Всё распушено, кадры опубликованы, преджелающих может ознакомиться. На территории 10 тысяч квадратных километров не рассталось практически ни одного целого здания. 65 мечетей уничтожены из 67. И кадры оскорбления мусульманских святин, когда в мечетях держались свиней и коров, также доступны в интернете. Всё это говорит о запредельной степени ненависти к азербайджанскому народу и ко всему мусульманскому миру. Только так это можно воспринимать. Ещё один момент хотел бы отметить, что при последствии Российской Федерации в ноябре 2020 года была принята трёхсторонняя декларация. Азербайджан все пункты декларации выполняет, в том числе обеспечивая беспрепятственный доступ из Армении в Карабах. Армения свою часть декларации не выполняет, а именно не предоставляет беспрепятственного доступа из основной части Азербайджана на Северскую автономную республику, является её юридическим обязательством, а также до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с Азербайджанской территорией. Мы пока проявляли терпение, но оно тоже не безгранично. И если эти два важных пункта трёхстороннего заявления на ИК 20-го года не будут выполнены, у нас не останется никакого другого выбора, как действовать адекватно. И в заключении о судьбе армян Карабаха. На встрече в Пране также было мнение на этот вопрос. Наша позиция ясна, чёткая. Карабах – это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы ни с одной страной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И насколько я понял по итогам встречи в Пране, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырёх странных встреч. Спасибо за внимание. Я считал вам необходимым проинформирую коллег в связи с тем, что происходило, поскольку циркулирует разные версии. Я хочу, чтобы вы слышали от меня нашу версию и единственную верную версию. Спасибо. Спасибо, уважаемые американцы. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.